Так, у моей кошки уже появилось туловище, еще осталось сделать хвост. Алиса добралась до красиво расставленных книжек. Будем читать, дочек. Думала высыпать, взяла одну. Не хватает нам здесь тоже коврика вот тут, перед этой стенкой. Мы с Костей подумаем купить такой же коврик, еще один. А такого точно нам побольше нет? Все-таки, чтоб отсюда на полкомнаты? Просто дорого будет. Такой он достаточно недорогой. А ну найди машинку. Где машинка? Покажи машинку пальчиком. Где Биби? Куда ты? Куда ты? Найди Биби машинку. Где тут машинка? Достаточно сложно найти. Нет, это пирамидка. А машинка? Биби-биб. Биби-биб. Машинка. Вот машинка. Вот она. А это мячик. А это ляля. А это мишка. Все, моя кошка готова. А мы записали к Лору на сегодня бабушку, потому что у нее пятый день болит горло и вообще не проходит. И уже начало болеть ухо. И Катю к педиатру мы записали. Я думала уже к терапевту записывать, как взрослую, но в 16 лет все-таки еще к педиатру. Нет, мне этот нос не нравится. Так что вечерком мы съездим по врачам. Катя вроде не сильно болеет, но что-то все время жалуется, что ей больно дышать. Что-то болит у нее в легких, поэтому лучше ее тоже показать врачу. Хотя она особо и не кашляет. Я зашла к девчонкам, Катюха уже не спит. Я тебе конструктор принесла, прикольный показатель. Смотри, я кошку построила. Я еще не видела. В смысле видела? Я его только распечатала. Мы такой дарили Лидия со Златой. Ну мы дарили, но у нас же такого не было. Мы играли. Я знаю, что я хочу. Хочу, что ты что-то построила. Мне твоя фантазия нравится, мне интересно, что ты сделаешь. Смотри, вот тут есть два такие пакетика. Там всякие ноги, крылья, там глаза, которые можно использовать. Сделаешь что-нибудь? А я потом приду посмотреть, что ты построила. Мою кошку разваляй. А во сколько гости придут? А? Во сколько гости придут, я еще не знаю. Мы у нее всегда на батарее. Прикольно. Что они стали на лежанке сверху лежать? Да? Притаптывают ее. Раньше внутрь залезали. Нам деньги пришли, кстати, наконец-то. Да, еще мы тебя на 7 вечера к врачу записали, чтобы тебя там послушали, посмотрели. И бабушка. Масянечка, Масянечка, Махочка. Кисюни мой, кисюньки. Катя, как ты себя чувствуешь вообще? Мы сейчас планируем снеговика идти лепить. Не хочешь с нами? Ой, Джету жалко лежит на пороге. Уткнула нос себе в брюхо. Что это? Это ты типа построила? Да. А как он туда крепится? А, он изначально с этой штукой? Нет. Я построила. Да. Какая листка. Махочка. Мах. Махунчик. Боже, Джета там вообще живая. Такое ощущение, что она замерзла. Но я думаю, она просто спит. Если я сейчас поступаю, она услышит? Конечно, услышала. Сторожевая собака все-таки. Да, Маха? Ты видела там собака за окном? Ой, Шарик, Шарик. Шарик не поймет, откуда звук. Шарик, привет. Меня не увидел. Прислушивается. Он думает, снизу где-то. Да пусть-ка. Ты ждешь, пока хозяйка проснется. Да? Пуся. Пуся обожает Настю. Всю свою жизнь. Кошачью. Класс. Это какой-то лунтик. Какой лунтик дракончик. Пуся. Супер. Миленько. Ты оба пакетика разорвала? Кошечки завтракают. Я пойду. Кать, поменяешь им водичку? Там уже ее почти нет. Короче, я запихнул в нее только одну ложку и то, когда она зевнула. Стиснула зубы и мужественно сидит, не открывая тварь. Никак. Алисочка, Алиска, кашка невкусная или что такое? Что такое? Что за голодушку? А ну, давай еще поправим. Давай, ам за маму. Ам? Ам? Давай, ам за маму. А что, за маму не хочешь? Ам? Может, ей тогда намешать покупную кашу лучше? Она ее лучше ела. Может, она просто сейчас не елла? Ну, как проснулась, ничего не ела. Кася. Кася, Кася, да, Кася. Папа, 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 папа. Оп. Давай, мамашка, папа. О, да. Ку-ку-ку. 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 Да, давай. Опа. Умничка, ты моя умница. Молодец. Мама должна была прийти. Да. Она переживала, куда мама ушла. Кушай, дочь. Кушай кашку, давай. Ам? Ой, ты умница, маленькая. Процесс прошел назад, да? Ам? Аааа. Давай. Ой, молодец. Сейчас пойдем с ней алька делать, да? Да, пойдем слипим. А с ней алька только сытые, сильные дети делают. Я сейчас пойду морковку найду. Класс. Смотрите, Катя сделала паука. Крутой. И еще вот такую принцессу. Там крылья сатина. Это зубная фея? Не знаю. Вау. А это кто? Чистая голова? Что, больше не хватило конструкторов? Было лень. Было лень. Класс. Супер. Давай его где-то поставим, даже мне нравится. Да, где-то уже паука купили. Так ты пойдешь с нами снеговичка лепить? Едешь, пойдем. Так, папа расчищает, а Алиса наблюдает. Да, лисенок? Алиска руководит. Я взяла с собой такую небольшую морковку, тыкву и ножик. И мы идем делать снеговика. Вот и шарик примчался. Шарюйся. Снег действительно мокрый. Слышите, как скрипит под ногами? Утаптывается очень хорошо. И сейчас мы попробуем полепить. Возьмем маленькую такую снежечку. И попробуем покатать. Да, как видите, лепится замечательно. Снеговик у нас получится. Видишь, Алис? Смотри, какая снежка. Видишь? Смотри. На снежку. Терзай. Оп. Видела, как Джетта снежку поймала? Папа там накатал уже. А что папа без перчаток? Как всегда. А Джетта прям ждет, пока ей снежку кину. Ну на. Так, сейчас мы Костин этот красивым сделаем. Нижний снежный ком. Вот так Алиса лепит снеговиков. Ей это еще не интересно. Леплю я. Со мной тут собакены. А Алиса летает с папой. И вполне довольна. А, Алиса, курицу, курицу взяла. А, Джетта отобрала, ты видел? Ага. Так это ж Джетта на дяти. Старичок наш. Старикашка. Какой он старикашка? Ему 10, а собаке живут 15. Все равно больше всей жизни позади. Какой у тебя? Он такой же, как ты. Смотри, 25, 25, 25. 5, 5 и 5. Примерно. Ты же не старикашка. Его обзываешь. Вы оба молодые. Тихо. Сюрпризы попадаться от собак. Спасибо. Не, ну когда тут снег подтаявший был, я много видел. Ну я учту. Иду в другое место. Ну да. Снеговику пуговички будут. Алиса, смотри, что мама сделала. Алиса, смотри. Это будет снеговичок. Видишь? Сейчас я его укреплю. Смотри, она заинтересовалась. Видишь, это как конструктор. Лепить можно. Соединять. Курицу опять. Джетта, твое имущество тянут. А ты тут спишь. А на снежке бьют. Так, ну что, похоже? Так, последний. Может, я скатаю? Нет. А тебе что, прям хочется? Дала бы человеку детство вспомнить. Далекое. Иди катай. Мы, кстати, шары гораздо больше катали. Ну, Алиса маленькая, я делаю маленькую. До тех пор, пока сил хватало толкать, мы их катали. Мы тоже так делали. Что она там делает? Да все тоже, курицу мучает. Она ее в рот хоть не возьмет? Костя, посмотри. Смотрю-смотрю. Хватит такого, он же немного больше. Алиса, неси морковку. Алиса, неси маме, дай маме морковку. Дай маме. Не Джетти, а маме. Алисочка. Видишь, мне с собачкой нравится взаимодействовать. Алиса, фу. Ой, Алиса, фу. Джета, фу. Да уж. Ну и перепутал. Идем, дочек. Пошли, Снеговичка, дай. Прилепительно туда не всовывается. Будет у него нос. Да? Что, как у буратино получился. Да, она сюда не всовывается, там как будто лед внутри. Неси эту, сверлить дрель. У него все не проколупывается даже. А ты сначала острым концом, а потом... Слушай, дело говоришь. Все хорошо. Все, это нос. Видишь? Это носик у Снеговичка. Пусть будет. И глазки ему сейчас сделаем, да? Где у него будут глазки? Вот тут. Один глазик. Второй. Глазки. Смотри, какой Снеговичек классный. Алиса хочет назад морковку. Ей не нужен Снеговичка. Ей нужна морковка. Так, а я придумала, я ему сделаю сейчас бровь. Из тыквы. Снеговичек. 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 Эй. Снеговичек. а может это новогоднюю деда мороза тоже хорошо пошла за шапкой ты руки ему сделай алиса оценила снег что у него можно сесть и болтаться барахтаться алис нельзя сидеть холодно я взяла шапку от нашего костюма идет она ему есть борода кажется борода тоже пойдет и еще взяла краски и кисточку для того чтобы нарисовать ему глаза сейчас черной краской попробуем его можно вообще раскрасить будет прикольно можно было тогда и не лепить эту тыкву просто раскрасить она так тоже интересно что-то он на женщину похоже с бородой да можно устроить вообще конкурс скульптуры снега реально если бы катя не была простужена можно было бы катю с Настей привлечь поиграть такое что мне не нравится лицо так вместо воды можно снегом да щечки сделаем красненькие будет вообще девушка не знаю зачем ему красные щечки но почему-то мне кажется что как краска со снегом смешивается прям кусками падает кость красавчик ну и бороду мою алиса смотри подними шапку подними шапку смотри малыш смотри какой он получился ты все у него нос хочешь забрать зачем ему нужен нос это краски краски смотри как мама рисует красками алиса смотри снеговичок снеговичок скажем ему пока пока да пока будет тут стоять смотри смотри какие глазки глазки носик неинтересно ну алиса придет хозяин дома посмеется увидит этого снеговика во дворе алиска наконец-то поняла что такое снег что это прикольно за всю зиму первый раз он заинтересовался на ручки сейчас беру беру иди иди все что ты там обрезаешь губы обветришь обветришь губы и нос грязный как всегда в каше да пошли домой уже да маши пока пока снеговичок пока снеговичок пока пока мы пошли молодец а ты в машину закрываешь комфортно заезжать не проси не проси а уши такие страшные что показать нельзя да огромные все огромные нос уши и так далее и 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 мы сейчас едем к врачу алиса оставляем с настей алиса настолько обожает настю что даже когда я ухожу ей все равно она даже не смотрит вслед вот это настя придумала вот это настя придумала а третья на голову ладно мы поехали Катюху показывать доктору и бабушку в общем я только что грохнулась сейчас Катя посветит я вам покажу подхожу в машину чтобы в нее залезть а здесь видите такой как съезд как горочка я подскользнулась и грохнулась сюда на попу и лежу не надо было пока ты лежишь поснимать а они перепугались да надо было поснимать а мы прям а Костя ты жива выбегает из машины ты цела да ты цела а что ты думал со мной может быть перелом уху уху а уже и бабушка идет одиноко по дорожке надо наверное ее придержать чтобы она не грохнулась скользко очень ведь теперь нога болит и думаю что синяк будет что вы все рассели сейчас толкать у меня нога болит по стрессе выехать сам да я уже неоднократно здесь толкала Костю ради твоей ноги я тут под напряг как машина и поехали и главное и главное слышишь мне мама только рассказывала что в Умане женщина под троллейбус попала вот тоже вот так съехала под маршрутку да а маршрутка поехала ее переехала прикинь и она а она не выжила ну в смысле выжила но в больнице все равно умерла а в Черкассах тоже женщина съехала под троллейбус вот так но люди успели закричать а водитель остановился и ее вытащили представляешь пенсионерка тоже так мы приехали в ликое здоровье и сейчас Катя пойдет к терапевту ой точнее к педиатру а бабушка к лору бабушка целую папку взяла со всеми своими анализами выписками из больницы и 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 Да, да, да. Мы и не собираемся сильно много. Дальше мы заскочили в зоомагазин и теперь приехали в продуктовый. Про зоомагазин вы можете посмотреть на канале Хомки. А в продуктовом сейчас будем закупать еду. Сегодня пришла зарплата и теперь надо наполнить холодильник. Я решила купить к чаю такие шоколадные кексы. Прибежал Костик и говорит мне, ты так не похудеешь. Мы так не похудеем. Сам пошел в конфетное дело и смотрит конфетки. Нет, я еще этот, Ильяш помнишь, который и Насте понравился. Ну, какая разница? Все равно не похудеешь, кушая грильяш конфетный. Ну, а чернослив? Что чернослив? Чернослив есть, а грильяш давай чернослив возьмем. И чернослив тоже. Да нет. Видите, это вся корзина, это свинка. Мы сейчас поедем их кормить на свою квартиру, в которой идет ремонт. Все, накупили продуктов. Вон, чек по ветру развивается. Чек по ветру. Да. Катя уже сидит в машине, а бабушка где-то с тележкой. Может, ты ей помоги, Костя, а то она орила у нее слабость. Довези эту тележку. Оно по снегам, знаешь, как ее везти? Бабушка просто любитель именно на тележке все довозить до машины. Мы-то так любим больше в руках дотаскивать. Да, вон, как колеса едут. Ты булочки ищешь, что ли? Да, найду сейчас булочки. Там накупили мы аж пять этих, менять котам. Я хочу еще чек проверить, что-то очень дорого вышло. Мне кажется, мы не набрали на такую сумму. Помнишь, как Кате тут кексы продали за тысячу гривен? С ошибкой. Все, мы приехали к себе домой. Даже не стали машиной заезжать во двор, потому что много снега, боимся, не выйдем потом. И идем кормить наших морских свинок. Костя это делает каждый день, но он часто ездит без нас. А сегодня мы с ним. Катя соскучилась по кабачку. Решили, что не будет она покупать собаку, а если что, заберет своего кабачка. Любимого. Мне кажется, это будет правильнее всего. Взять морскую свинку и все. Потому что выгуливать собаку, это реально сложно. И когда ты постоянно занят, и устаешь, и не высыпаешься, слишком большая ответственность на тебе. В частном доме хорошо иметь собаку. Очень хорошо. Что-то как-то странно у него нос торчит. Может, вы бы меня хоть немного подождали? Ломанулись. Только что накупили в аптеке лекарств. Очень-очень много. И для Кати лекарства, и для бабушки. Ты тут еще не видела, что делали? Вон, на кухне посмотри. Плитка вон уже есть. О, все-таки это зали. Ну да. Ее еще помыть придется. Костя, как свет зажечь? А когда ты все сделаешь? Ну когда ты? Сколько уже прошло месяцев? Ого! Она такая маленькая у нас была все время. Кухня? Да. Ну да. Я оказалась на самой большей, а сейчас вообще места нет. Да она вообще-то большая, 12 метров квадратных. Просто в этом частном доме она еще больше. Не, в зале ничего не делали. Тоже маленьким кажется. Но против этого дома, конечно. Капец. Тут все кажется маленьким. Бабушкина комната так вообще. А то нет. Малюсенькая. Я не представляю, как всегда можно носить ванну и колонез. Так, рядышком и все, и больше ничего. Мы сейчас все меняем свинкам. Насыпали корма свежего. Сено положили побольше. Ну, на всякий случай. Две поилки с водой. У нас так обычно всегда. И крошим им сочку. Она еще голодом не море. Все замерли. Они ждут, пока мы уйдем, чтобы наброситься кушать. Подожди, а зелень? Мы же купили им зелень. Ну, взял всех, спугнул. Это у нас девочки, морские свинки. А снизу у нас еще живет два мальчика. Кабачок и Светлячок. Сейчас я вам их тоже покажу. Пока мы с Костей меняем в клетке им гранулят. Кабачок сидит на коленях у Кати. Ну что, ты еще больше его хочешь забрать? Да. Вот так уже мы и мальчикам все поменяли на чистенькое. Сейчас я вам еще водички налю. Едем домой. Настя сидит с Алисой уже несколько часов. Мы ей звонили, она трубку не берет. А потом с часов своих написала нам смс-ку, что телефон наверху, она внизу с Алисой и не может взять трубку. Ну а Алиса с Настей, я думаю, нормально. С Настей бы тоже вышла хорошая нянька. Как и искать. Что, уснула? Котенок. Я не ослышалась, скажи, да? Мама пришла. Ну все, ты тут Настю не обязала? Нет. Майсечка. Она укакалась. И что, ты поменяла? Ну да. Мой сладкий. Маленька. Майсенька. Мой ё-ка-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Майсенька, мой. Ты соскучилась? Да, соскучилась. С Патонки ходи. Ой, я зайка. А что у тебя босичку? Ну и не за босичку. А кто еще пришел? А кто еще пришел? Смотри. Папа. Эй, привет. Соскучилась. Похоже, очень соскучилась. Все хорошо было? Она не покакала? Покакала. Сейчас, да? Нет, два часа назад. Ты мыла? Ой, молодец. Настя в шоке с этого.